Прием-прием, здарова всем, с вами HillHertz. В этом видео мы посмотрим на те самые незаметные и незначительные моменты, которые можно было упустить при просмотре нового геймплейного отрезка Elden Ring'а. Сразу хочу предупредить, тем кому не интересно, лучше и не смотреть вовсе. Да и каких-то я додумался сам, какие ты видел на реддите, давайте без лишней воды. Когда мы только приближаемся к месту схватки с полевым драконом, по пути можно заметить что-то непонятное, похожее на возможное драконье яйцо. Вероятно, дракон защищает именно эту штуку, а может быть это все бред и данная вещица лишь декорация. Когда потускневший дрался с драконом, то был момент, когда его уронили, однако протагонист сделал ловкий ковырок через голову и встал на ноги. Вот тут уже интересно это специальное умение, позволяющее не упасть при сильной атаке, или же заскриптованный момент для ролика. Раньше, если кто-то большой и сильный бил главного героя, то тот падал и долго поднимался потом, сейчас же мы видим, что теперь вроде бы есть возможность избежать данного состояния, быстро вернувшись в бой. На кадрах, когда мы подходим к многоуважаемому Александру, можно увидеть какого-то ужасного монстра со щупальцами вдали, кто это и что это пока совершенно непонятно, быть может это аналог гидры или еще кто пострашнее. Дополнительно, не совсем ясно, почему на карте есть обособленные локации, то остров, то какая-то бочка среди воды, возможно будет некое перемещение по воде как в ведьмаке, или же система телепортаций, либо все это сделано для красоты. В одном моменте, когда герой скачет верхом, в траве можно заметить жука, который катит шар, такого нам показывали на скриншотах в твиттере Элден Ринга ранее, забавно, что можно заметить даже такую мелочь. В геймплейном отрезке, что нам показали, было достаточно много светящихся цветков, также растения были даже в подземелье, скорее всего это некий аналог материалов для крафта. В моменте, когда протагонист призывает себя на помощь духов, можно заметить как один из противников дует в рог. Скорее всего это местный аналог тревоги, чтобы на зов о помощи сбежалось как можно больше работяг, интересная особенность. Заклинание, похожее на поток душ в разных трейлерах, имеет разные цвета, тут вот совсем непонятно, это из-за разных фильтров или из-за еще каких-то дополнительных особенностей. Интересно, что перед кастом соклинаний теперь загорается некий глиф, предположу, что теперь у каждой школы будет свой цвет и свое обозначение, если это и правда так, то это очень крутая особенность. Даже когда призванный фантом использовала огненное дыхание, был виден подобный глиф. На некоторых кадрах можно заметить некий аналог пламя пироманта, сначала на руке у главного героя, а затем и у призванного фантома. Интересно, будут ли разные вариации перчаток, как это было ранее. Также при битве с Гёбу Масатако у него и можно заметить, как призванный фантом использует элементальную обмазку. На реддите сравнивали данный кадр с картиной, которая называется «Странник над морем тумана». В очень старом слитом трейлере есть несколько секунд с кеймплеем мага-воина. В замке мы можем встретить мага в шляпе, с ним есть интересная особенность. Видимо, у него настолько большая шляпа, закрывающая почти все его лицо, что фромы решили не добавлять ему липсинг. При разговоре у него не шевелятся губы, но по крайней мере мне не получилось заметить их движений. Полагаю, это ещё одна отсылка к прошлым частям студии. Ещё на моменте, когда кадры сменяются затемнением, выскакивает диалоговое окно с этим чародеем. Такое часто бывает, когда обрезаешь видеоряд и накладываешь затемнение, могут попасть те кадры, которые ты не хотел добавлять в видео. Вы можете проверить это самостоятельно, нужно только сильно замедлить видео и вовремя нажать на паузу. Насчёт головы дракона у Годрика, который любит добавлять себе конечности. После первой фазы боя точно будет катсцена, показывающая, как босс прикрепляет себе голову на руку, ведь мы сами можем видеть, что головы уже нет на прежнем месте. Вроде бы это большая часть вещей, о которых хотелось рассказать. Если узнали что-то новое, то можете поставить лайк, я буду очень благодарен. А вообще можете подписаться, буду ещё больше благодарен. А если напишите комментарий, что я что-то упустил, то вообще буду просто считать вас чемпионом пепельным. Полагаю, что в ближайшее время будет ещё больше сливов в геймплее закрытого теста, уже 9 числа мы узнаем счастливчиков, которые смогут попробовать онлайн законным образом. Я же и дальше буду стараться держать в курсе. Всех благодарю за просмотр, всем добра! Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться, это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас всё честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы всё у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.